В Барановичском профессионально-техническом колледже сферы обслуживания прошел областной тур конкурса WorldSkills. Участие принял лучший учащийся трех учебных заведений Брещины. Уже весной исполняется ровно пять лет Барановичскому межрайонному отделу Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Несмотря на небольшой юбилей, сотрудникам есть чем гордиться. Наша съемочная группа узнала о достижениях Барановичского отдела. Пропаганда здорового образа жизни. В Барановичском лицее строителей призывают молодежь отказаться от алкоголя. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». Областной тур конкурса WorldSkills прошел в Барановичском профессионально-техническом колледже сфере обслуживания. За победу боролись лучшие закрощики трех учебных заведений Брещины. Работы ребят в региональном соревновании оценивала профессиональная жюри. Подробнее в первом материале выпуска. На протяжении двух дней на базе ресурсного центра Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания проходил областной тур конкурса WorldSkills по профессии закрощик – компетенция дизайн-моды. Лучшие швеи трех учебных заведений Брещины приняли участие в престижных соревнованиях. За почетное первое место боролись учащиеся Брестского и Барановичского колледжей сферы обслуживания и студентка местного университета. Данный чемпионат – это своего рода олимпийские игры для молодых специалистов. Ведь по итогам отборочных региональных состязаний будут определены лучшие финалисты национального движения WorldSkills Беларусь-2018. Для выполнения заданий в данном компетенции участники выполняют четыре модуля. которые покажут их умения, навыки, которые они освоили не только в рамках изучения программы, но и повышенный уровень в направлении закрощик при получении квалификации швейного направления, которое в дальнейшем они будут применять по распределению на предприятиях, куда будут распределены. Дарья Максимова, учащаяся Барановичского колледжа сферы обслуживания, впервые участвует в данном конкурсе. Но к подготовке подошла с полной ответственностью. В дальнейшем девушка хочет связать свою жизнь с профессией закройщика. Поучаствовать в таком конкурсе очень ответственно и очень волнительно. Ты не спишь много ночи и думаешь, как это не подвести своих мастеров. Конкурс способствует развитию системы подготовки кадров, нацелен на повышение популярности и привлекательности рабочих профессий среди молодежи. Это хорошая площадка для обмена опытом между молодыми специалистами и настоящими асами в своем деле. По завершению учебы в колледже участники и победители соревнований никогда не остаются незамеченными сотрудниками предприятий и различных организаций. Два года назад победительница этого конкурса учащаяся нашего колледжа «Щеголева Надежда». Подготовка в данном конкурсе дала высокие результаты профессиональные, потому что мы обращались к предприятиям с целью оказания нам помощи новых методов обработки, которые нам помогли получить призовое место. Ну и наниматели, конечно же, увидели данную учащуюся и на расхват просили ее для трудоустройства. На сегодняшний день эта учащаяся работает на предприятии «Леди Текс», на котором она проходила стажировку. Республиканский финальный этап чемпионата WorldSkills Беларусь-2018 пройдет в мае в Минске. 3 марта управляющий делами райисполкома Галина Владиславовна Ланкуть проведет прямую телефонную линию. Свои вопросы вы сможете задать с 9 до 12 часов по телефону 413831. К сожалению, в жизни так случается, иногда происходят неприятные и даже страшные вещи. Травмы, ДТП, побои и убийства. Для выяснения всех обстоятельств таких происшествий и нужно назначение судебно-медицинской экспертизы. Наша съемочная группа узнала, как сейчас живет Барановичский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Линейки, пинцеты, ножницы, рулетки, фонарик, порошки, лупа и даже компас. В чемоданчике экспертов-криминалистов есть все необходимое, чтобы собрать неопровержимые улики виновности или невиновности человека. В апреле текущего года Барановичский межрайонный отдел Госкомитета судебных экспертиз Республики Беларусь, возглавляемый Игорем Геннадьевичем Календаревым, отметит свой пятилетний юбилей. В 2013 году, 22 апреля, был подписан указ президента образования Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В этом году нашей организации исполняется пять лет. В Государственный комитет судебных экспертиз при образовании вошли такие структуры, как экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел, служба судебно-медицинских экспертиз, также эксперты Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Барановичах в настоящее время работают такие подразделения, как экспертно-криминалистический отдел, который в себя включает сектор крим-экспертиз и специальных и технических экспертиз, также сектор судебно-медицинских экспертиз, химических, хистологических и судебно-психиатрических. Александр Грицевич часто вспоминает первые годы работы. В экспертно-криминалистическую службу он пришел в далеком 1991 году. На тот момент в штате насчитывалось всего четыре человека. Из оборудования был один компьютер и печатные машинки. Тем не менее, на высокой раскрываемости преступлений это никак не сказывалось. С каждым годом вводилась новая техника из последних приобретений хроматомасспектрометра для проведения химических экспертиз наркотических средств, что намного ускорило проведение исследований. Все познается в сравнении, в совершенстве. Я считаю, что если у человека есть желание работать, желание постигать какие-то новые науки, главное было, чтобы было желание. Когда будет желание, значит, будет и все остальное. В данный момент, конечно, глядя на то, что на сегодняшний день, чем пользуются наши эксперты, то, конечно, можно сказать с уверенностью, что все преступления, которые на сегодняшний момент совершаются, я думаю, что не будут раскрыты. Молодые сотрудники не забывают старших коллег и с теплотой отзываются о каждом. Ведь они им дали самое ценное – опыт, а это самый лучший учитель жизни. По прошествии пяти лет и плюс с учетом того, что работали мы и в органах внутренних дел, хочется вспомнить наших ветеранов экспертно-клинистического подразделения, таких как Воколюк Александр Николаевич, который возглавлял до 2002 года ЭКО Баранинского ГОД, Грицевича Александра Николаевича, до 2011 года возглавлял после Воколюка. Ветераны регулярно посещают нас, не забывают, мы их приглашаем также. Где-то иногда встречаемся и в неформальном, нерабочем время встановке пообщаться. Также делятся опытом с молодыми сотрудниками, которые уже пришли при создании нашей организации после 2013 года. Сотрудники Барановичского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз Республики Беларусь и ветераны от всей души поздравляют своих коллег с наступающим праздником. Всех, конечно, хочу поздравить с праздником, с такой знаменательной датой. Ну и надеяться на то, что с нашим, так сказать, имеющимся опытом и с их желанием, я думаю, что мы будем в дальнейшем сотрудничать и помогать молодым сотрудникам в познании, так сказать, в осведении нашего нелегкого дела. Хочется поздравить весь коллектив Барановичского межрайонного отдела с пятилетним образованием Комитета судебных экспертиз. Также пожелать им успехов в этом тяжелом нелегком труде. Также поздравить ветеранов экспертно-криминалистических подразделений, а также семьи сотрудников, семьи наших ветеранов, чтобы нас они не забывали, чаще приходили делиться опытом своим, но мы их также забывать не намерены. На данный момент в зоне обслуживания Барановичского межрайонного отдела Ляховичские и Ганцевичские районы. Каждый день эксперты заступают на службу. Они готовы выехать по звонку на вызов в любое время дня и ночи, выходные и праздники. Пропуск в погранзону и пограничную полосу с 1 марта можно оформить через интернет. На едином портале электронных услуг активируются три административные процедуры Государственного пограничного комитета для физических и юридических лиц. Для оформления пакета документов необходимо войти в личный кабинет на ЕПУ, выбрать необходимую административную процедуру и заполнить предлагаемые формы. Заявление будет рассмотрено в установленные сроки – 5 рабочих дней для физических лиц и 30 рабочих дней для юридических лиц. После рассмотрения заявления на электронную почту обратившегося придет уведомление о готовности пропуска или об отказе в выдаче пропуска. С указанием причины пропуск можно будет забрать в подразделении органов пограничной службы, указанном в поданном электронном заявлении. В Барановичском лицее строителей прошел очередной круглый стол, посвященный пропаганде здорового образа жизни молодежи. На этот раз специально приглашенные гости рассказывали и показывали, по какой причине молодым людям стоит отказаться от чрезмерного потребления спиртных напитков. Мероприятия, посвященные здоровью молодежи, не в новинку для учащихся строительного лицея. Здесь регулярно рассказывают о вреде привычек, пагубных для здоровья человека. В течение года администрация лицея организовывает около 20 профилактических бесед. Проблему алкоголизации общества не скроешь, тем более от подрастающего молодого поколения. Многие из них считают, что главная ценность в их жизни – это получение быстрого удовольствия. Думают, что алкоголь позволит им стать более коммуникативными и лучше общаться со сверстниками. К сожалению, свои ошибки они осознают зачастую слишком поздно – на заседаниях советов профилактики, либо комиссии по делам несовершеннолетних. В учебном заведении заботятся о каждом из своих учащихся и стараются найти индивидуальный подход к молодым людям. Задача педагогов – грамотно и ненавязчиво направить мысли и стремления молодежи в правильное русло. Цель нашего мероприятия – открыто проговорить, что проблема алкоголизации общества есть. Поговорить о причинах этого страшного социального явления. И предложить молодому поколению сделать самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни. В воспитании моральных ценностей и правильном расставлении жизненных приоритетов у молодого поколения педагогам помогают и представители других структур. Заседание нашего круглого стола с присутствием соответствующих специалистов из различных рода органов МВД, соцопеки. Также я как представитель медицины, то бишь наркологического диспансера, мы все приходим к выводу, что данный стол приводит к тому, что появляются существенные положительные сдвиги. Мероприятия, направленные на профилактику зависимости, в том числе алкогольной зависимости, регулярно проводятся среди молодежи. И основная цель этих мероприятий рассказать не только о непосредственном вреде, который алкоголь наносит здоровью людей, но прежде всего предупредить молодых людей о отдаленных последствиях. Также рассказать об ответственности и последствиях несоблюдения закона были приглашены и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Инспекция по делам несовершеннолетних Барановичского городского отдела внутренних дел проводит индивидуально-профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, которые совершили административные правонарушения, либо преступления. Самыми распространенными административными правонарушениями среди несовершеннолетних граждан являются распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в общественном месте, либо появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Стоит отметить, что каждый из приглашенных гостей заявил, что проведение подобного рода мероприятий создает позитивные тенденции и положительно влияет на подрастающие поколения. Роковую страсть привезут в Барановичи этой весной. Спектакль о последних днях жизни адмирала Нельсона и его чувства к леди Гамильтон покажут во Дворце культуры 21 апреля. История заставляет задуматься над вопросом, что выше – долг или человеческое счастье. В ролях Виктория Тарасова, Дмитрий Исаев, Ирина Ефремова, Максим Дрозд и другие. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.